Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарские квейнщики начали новый сезон в клубе веселых и находчивых. Играют не только студенты, но и представители предприятий и организаций. 600 метров для детей от 3000 до 21 километров для взрослых. В Самаре на набережной прошел космический полумарафон. Более 30 тысяч кубометров мусора вывезли с улиц Самары с начала месячника по благоустройству. Напомню, он стартовал 1 апреля. За это время в столице региона прошли два средника и два субботника. Промежуточные итоги месячника обсудили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробности расскажет Ольга Павлова. Более 30 тысяч кубометров мусора вывезли с улиц города с начала месячника по благоустройству. Муниципальные служащие, подрядные организации, сотрудники промышленных предприятий, ТСЖ и ЖСК, жители Самары приводят город в порядок к новому летнему сезону. Начиная с 1 апреля в мероприятиях месячника приняли участие более 178 тысяч человек. Люди убирают скопившийся за зиму мусор, чистят газоны, обновляют малые архитектурные формы, красят лавочки, очищают от объявлений остановочные павильоны и устраняют возможные их повреждения. Работами охвачены уличнодорожная сеть, парки, скверы, набережная и другие общественные пространства, дворы, территории, прилегающие к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям, объектам торговли и социальной сферы. Если говорить по уборке УДС, на сегодняшний момент из 658 улиц 543, это 82% с твердым покрытием, готовы под мойку. Также по ремонту пешеходных направляющих 64 тысячи погонных метров всего по городу. На сегодняшний момент 2048 отремонтировано по периметру площади Куйбышева. Работы по замене идут к 25 числу. Должны закончить полностью обновление периметра площади Куйбышева в части ограждений. Во время месячника по благоустройству пристальное внимание уделяется вывозу собранного мусора. Это важно с учетом объявленного в регионе особого противопожарного режима. Отходы должны доставляться до специализированных мест утилизации своевременно. Кроме того, предельное внимание перед 78-й годовщиной Победы стоит уделить мемориальным объектам. И, конечно, Парк Победы, все объекты потребительского рынка, которые рядом находятся, должны быть в идеальном состоянии. Все наши памятники, мемориальные доски, мемориальные сооружения. Обращаем на это внимание и не выпускаем из вида. Готовимся уже во всю к 9 мая и к 1 мая. Обсудили на совещании в мэрии и мониторинг цен на социально значимые продукты и автомобильное топливо. За первый квартал 2023 года наблюдал схожий динамик уровня цен в сетевых и несетевых магазинах. Зафиксировано снижение цены в сетевых магазинах на питьевую воду, поваренную соль, гречку, рис, пшено, макаронные изделия, на свинину и говядину. В то же время цены увеличились на репчатый лук 23%, морковь 15%, куриные яйца 10%, капусту, яблоки, печенье, картофель, сахар и рыбные консервы. Анализируя динамику цен за период мониторинга в несетевых магазинах, наблюдается схожая картина, разница в 1-2% по отношению к сетевым магазинам, группы товаров, по которым цены растут и по которым падают, абсолютно схожие. В несетевых маркетах цены снизились на гречку 9%, рыбные консервы 8%, яблоки 6%, соль и черный чай. По словам специалистов, ценовая динамика соответствует сезонной тенденции. В это время года всегда наблюдается подорожание плода овощной продукции. Обычно цены становятся ниже, начиная с августа, после сбора урожая. Что касается динамики средних цен на автомобильное топливо на территории Самары, можно отметить, что в первом квартале 2023 года зафиксировано среднее уменьшение от 0,1% до 0,3%. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. С начала апреля в субботниках и средниках приняли участие около 150 тысяч человек. Они убирают прошлогодние листья с газонов, ухаживают за зелеными насаждениями, красят лавочки в скверах и дворах. В минувшие выходные в Самаре прошел Гагаринский субботник. В уборке сквера на Мичурина приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Галины Топилиной. С метлами, юмором и под музыку. В эту субботу представители движения КВН Самары вышли на уборку сквера Мичурина. Движение Самарский КВН ежегодно, помимо тех годов, которые были у нас подвержены коронавирусу, ежегодно проводят субботник. И вот как раз мы все сегодня всем движением вышли помогать городу убирать улицы и скверы. Приводить город в порядок после зимы общими усилиями – прекрасная традиция. А молодежь, которая выходит на субботники, вызывает гордость и уважение, рассказывает руководитель движения Самарский КВН Сергей Ларионов. Я очень сильно горжусь нашим молодежью и нашими участниками движения Самарского КВН, которые помогают нам во всем. Не только в субботниках, в невроличных, в социальных событиях нашего города. А то, что сегодня мы здесь, от мал до велика, от школьной лиги до трудящихся, это показывает, что это настоящая большая семья. Представители движения Самарский КВН сами выступили с инициативой принести пользу родному городу и подали заявку на участие в субботнике. Городская администрация обеспечила ребят необходимым инвентарем и определила место уборки. Работала в сквере Мичурина и глава города Елена Лапушкина. Сегодня у нас Гагаринский субботник, вносит такое замечательное название. И вот то, что успела увидеть по городу, достаточно много людей вышло, достаточно много учреждений, предприятий вывело своих людей. Конечно, сегодня достаточно холодно и ветвина, но тем не менее люди, в общем, с хорошим настроением вышли на работу. Совсем недавно встречалась с ребятами из лиги КВН, пообещала им сегодня с ними поработать. В общем, выполняли свое обещание и делают это с огромной радостью и удовольствием, из-за того, что ребята заряжены, с прекрасным настроением и с желанием сделать город красивее. После уборки участники Самарского КВН пообщались с главой города и пригласили Елену Лапушкину на следующую игру. Сквер Мичурина, где проводился субботник, был благоустроен в 2018 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Именно жители с помощью голосования определяют, какие территории города и как именно нужно благоустроить. 15 апреля стартовало новое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование проходит на электронной платформе, указанной на экране, и продлится до 31 мая. Галина Топилина, Константин Головин. События. Жители областного центра убирались не только в скверах и парках. Горожане приводили в порядок свои дворы. Собирали прошлогоднюю листву, подметали дорожки. С неравнодушными гражданами пообщалась и наша съемочная группа. С самого утра жители этого двора на улице Революционной убирали прошлогоднюю листву, подметали дорожки. В 2021 году их двор благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь появилась новая детская площадка. Одним из условий обновления как раз было активное участие жителей, в том числе и в уборке своего двора. Наши жители всегда принимают очень активное участие. Вот в данный момент проходит субботник. Это наш двор, который мы очень любим, который построен для наших детей, для нашего будущего. И мы очень здесь всегда стараемся поддерживать порядок. Мы из года в год вместе с жителями выходим на субботник, чтобы прибрать территорию, чтобы город стал чище, чтобы наш город был самый лучший. С начала месячника по благоустройству на уборку территории вышли более 8 тысяч жителей железнодорожного района. Граблями и лопатами вооружаются сотрудники управляющих компаний, организации предприятий, волонтеры. Уборка скверов, парков и придомовых территорий идет каждый день. Но основной объем работ проводится по средам и субботам. Очень охотно в этом году люди идут и включаются в процесс. Идем в плановом графике и надеемся, что до 1 мая мы всю территорию приведем в порядок. Пойдем проголосуем за благоустройство. Отложив на время грабли и лопаты, жители двора включились в голосование за благоустройство общественных пространств. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» самарцы сами решают, какие локации преобразятся. В этом году в голосовании примут участие 20 пространств, два из которых находятся в железнодорожном районе. Это парк в поселке Толевы и бульвар по улице Чернореченской. Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства на платформе 63.городсреда.ру продлится до 31 мая. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События. Состоялся субботник и в сквере у губернского рынка. На уборку территории вышли сотрудники управляющих компаний, предприятий, организаций, активные жители. Необходимый инвентарь, мешки для мусора, перчатки выделила управляющая компания. Светлана Тимофеева продолжит тему. Ветреная погода не стала преградой на пути преображения города. Жительница Самара Татьяна Ибрагимова отложила все субботние дела и вышла на уборку сквера рядом с губернским рынком вместе со своим ребенком. Чтобы дышать чистым воздухом, потому что после зимнего периода очень много мелкого мусора, листва, вот, например, как сегодня в сквере, чтобы убрать территорию, где люди будут отдыхать, гулять с детьми, чтобы было чисто, красиво. Взяла в руки грабли и глава Ленинского района Елена Бондаренко. На уборку общественных территорий вышли более двух тысяч жителей района. Это сотрудники управляющих компаний, организаций и жители домов. Участники субботника убирали мусор, прошлогоднюю листву проводили санитарную обрезку деревьев. Необходимый инвентарь предоставляет администрация района. Его привозят на место уборки по заявке. Действительно, сразу можно увидеть результат своего труда. Потому что счастье приходит только туда, где порядок и чистота. Все это прекрасно мы понимаем. И многие люди действительно с удовольствием и сами принимают участие, и детей привозят. Сквер у губернского рынка был благоустроен в 2018 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители Самары сами решают, какие общественные пространства преобразятся. В Ленинском районе в голосовании участвуют сквер Вонастырского, сквер Пушкина и бульвар на улице Чернореченской. Он находится на территории железнодорожного района и граничит с Ленинским. Мы и раньше участвовали, и сейчас участвуем. И вся наша семья, мы даже немножко разделились. Кто-то голосует за бульвар Чернореченский, а кто-то за сквер Пушкинский. Рейтинговое голосование на платформе 63 городсреда.ру до 31 мая. В голосовании участвуют 20 территорий по всей Самаре. Пространства победителя преобразятся уже в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Самаре стартовал сезон садово-дачных перевозок. Весна в этом году ранняя, поэтому и общественный транспорт к дачам запустили на две недели раньше. Соответствующее решение принято главой города Еленой Лапушкиной. Как организованы перевозки в этом году и изменились ли тарифы, выяснила наша съемочная группа. Убраться в домах и на участках, высадить рассаду и просто отдохнуть на природе. Внезапное похолодание не помешало дачникам отправиться за город. В Самаре 15 апреля официально стартовал сезон дачных перевозок на две недели раньше, чем в прошлые годы, поскольку и весна в этом году ранняя. «29 маршрутов, 52 автобуса на линии. Перевозки востребованы. Ну, может быть, вот сейчас в силу такой вот достаточно холодной погоды мы не видим. Большого количества дачников пока, но начиная вот где-то с мая, с июня, с такого полного открытия дачного сезона, перевозки очень востребованы, особенно по пятницам, субботам, воскресеньям. Возители все знают дачные маршруты, все водители отстажированы на тех маршрутах, на которых они работают, поэтому готовность у нас полная». Андрей Никипелов за рулем автобуса 7 лет. Каждый весенний-летний сезон работает на дачных маршрутах. «С бабушкой веселее тут ездить. Тоже надо, как говорится, маршрут, там уже привыкший маршрут такой, а здесь и уже дорога другая, и вообще так нормально все». Курируют отправку представители городского департамента транспорта и компании-перевозчика. В Самаре 9 пунктов отправления. Это остановки Димитрово, завод Металург, поселок Управленческий, дом Печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, пригородный автовокзал, проспект Ленина и автостанция «Аврора». Одна из расследований пролегает по мосту Южный и путепроводу «Аврора», которые по поручению руководства мэрии отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» раньше запланированного срока. «Перевозчик подготовился к садово-дачным маршрутам. У нас есть резервные машины, которые будут выезжать на дачные маршруты, и это не повлияет на выезд автобусов на городских маршрутах. У нас дежурит контрольная ревизионная служба, которая отслеживает пассажиропоток, регулирует потоки автобусов, отслеживает, чтобы все были довольны, не было столпотворения. Стоит отметить, что в этом году тарифы по садово-дачным маршрутам не изменились. Они остались на уровне 2021 года». Также сохраняется возможность льготного проезда с использованием карты школьника и садово-дачной карты. «Так-то по расписанию ходят. Молодцы. Садово-дачную карту пополнили?» «Да, да, да. С ней пользуемся как же». Единый оператор электронного проездного рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс карты и при необходимости пополнить их. Срок активации транспортной карты – один год с момента совершения последней операции пополнения или активации. Для тех, кто имеет право на получение социальной карты жителя Самарской области, действует и садово-дачная транспортная карта. Напомним, что в дни религиозных праздников 23 и 25 апреля, 3 июня, а также в День Победы, рейсы на даче не выполняются, поскольку в эти дни транспорт задействован для перевозок жителей к кладбищам. С мая по сентябрь автобусы курсируют 4 раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а по маршруту номер 170 – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, поездки организуются в нерабочие праздничные дни. А в апреле и в октябре дачные автобусы ходят только по субботам и воскресеньям. По общим вопросам, касающимся дачных перевозок, можно обращаться по телефону 8 846 207 70 11, а телефон горячей линии по вопросам транспортных карт – 8 929 707 61 38. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевской и Тухачевского – точка притяжения местных жителей. Здесь можно купить все продукты – от солений, круп, свежей выпечки до мясных и молочных изделий. А в минувшие выходные для посетителей ярмарки провели день плова. Наш корреспондент побывала на празднике. Житель Самары Ольга Ерещенко рассказывает, выходя из дома на местную ярмарку и подумать не могла, что уйдет с подарком. Она приняла участие в розыгрыше продуктовой корзины, написала свой номер на леске и опустила в барабан. И хотя до последнего не верила в удачу, подарок достался именно ей. Тут все есть, по-моему, овощная корзина, тут и салаты, и помидоры, и огурцы, и редиска, по-моему. Ну все, конечно, рад. Кто может мне порадоваться? Тем более праздник такой сегодня. Для посетителей муниципальной ярмарки, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, устроили настоящий праздник – музыка, подарки и вкусные угощения. Каждые полчаса гости могли поучаствовать в розыгрыше овощной, фруктовой или сырно-молочной корзины. А в завершение праздника каждый желающий мог насладиться вкуснейшим пловом, приготовленным по особому рецепту. Как говорится, у каждого мужика свой рецепт шашлыка с пловом то же самое. У каждого повара однозначно есть свой секрет. Базовые принципы одинаковые, а каждый добавляет что-то свое. Важно знать, какие продукты в какое время готовятся, и не перепутать ничего. Тогда у вас все будет классно. Мясо мягенькое, рис рассыпчатый, морковка ароматная. Ярмарка у нас проходит еженедельно. Все желающие могут приходить, покупать свежие продукты. Соответственно, сегодня у нас проходит промо-мероприятие, направленное на популяризацию ярмарки, на то, чтобы люди, незнакомые с ярмаркой, ознакомились с ней, узнали о ее существовании. Праздником плова дело не ограничится. В дальнейшем посетители этой муниципальной ярмарки ждут день шашлыка, яблочного спаса и день сока. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Самарские КВНщики начали новый сезон в клубе веселых и находчивых. Лига Самара насчитывает более 30 команд из разных районов губернии и даже соседних областей. Играют как студенты, так и представители разных предприятий и организаций. Третью игру 1-8 финала увидел наш корреспондент. Новички Лиги Самара команда «Короче» представляют педагогический университет. Это будущие учителя физкультуры. В своем выступлении хотят развеять миф, что спортсмены не блещут юмором, умом и сообразительностью. Спортсмены не тупые люди, далеко не тупые. У нас старшая команда – это команда КВН «Волга». Они нам представили, что такое юмор, рассказали про КВН и предложили, хотите ли вы участвовать. И дальше начали с нами работать над актерским мастерством, начали учить писать шутки и всякое такое, держаться на сцене. Команда «За углом» не первый год в КВН. Однажды даже становилась вице-чемпионом Самарской лиги. Получив вузовские дипломы мира, команда распалась. Но оказалось, что без КВН жить скучно. И в этом году «За углом» снова в игре. Без шуток жизнь прожить грустно и тяжело. Сто процентов. Весь наш юмор базируется на таком. Мы шутим про обыденные вещи, чтобы зритель узнавал себя, как минимум. И, видя наши миниатюры, понимал, что да, это я знаю. В таких вещах я участвовал, присутствовал. Это смешно. Третья игра одной восьмой финала Лиги Самары собрала на сцене девять команд. Всего за чемпионский титул сражаются в этом сезоне 33 юмористических коллектива из разных районов, городов Самарской области и соседних регионов. Тема юмористического турнира – сезон побед. Много талантливого молодежи. Это очень радует. Практически все вузы представлены. Не по одной, а даже по нескольку команд. КВН в Самаре есть, живет очень сильно. Я думаю, что это будет развиваться с каждым годом все больше и больше. Финал Лиги Самары девятого декабря. Победитель в январе поедет представлять Самарскую область на международный фестиваль команд КВН в Сочи. Игры поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и администрация городского округа Самара. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Самарский космический полумарафон собрал на старте более двух тысяч участников. Легкоатлеты бежали разные дистанции. От 600 метров дети до 21 километра – продвинутые любители спорта. На физкультурном празднике побывал Сергей Кизоркин. Внимание! Самарский космический полумарафон стартовал с Самарской мили. До финиша нужно было пробежать 1586 метров. Дистанция самая демократичная. Здесь бегут и начинающие, и бывшие спортсмены. Я уже не один раз принимаю участие в самарских забегах. В прошлом году в самарском марафоне третье место в возрастной категории 30-39. Хочу сказать спасибо за то, что даете возможность бегать. Бежишь, расслабляет мышцы, голову. И особо много времени не надо. Хочешь пять – беги, хочешь три – беги. В любое время зависит от тебя. Я все детство занималась легкой атлетикой. Выступала за свой институт, за железнодорожные. И поэтому спорт со мной всю жизнь. Очень крутые ощущения. Я точно знаю, что это не последние мои соревнования. Самарский космический полумарафон предлагал участникам несколько дистанций на выбор. 600 метров бежали дети. Взрослые стартовали на полтора, три, десять и двадцать один километр. Всего на старт вышло более двух тысяч легкоатлетов. Среди них и руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Сегодняшний марафон уникальный, потому что он открывает серию легкоатлетических стартов в этом году. Проходит он ко дню, посвященному приуроченному дню космонавтики. Следующий старт у нас будет более массовый, более показательный. Погода, конечно, сегодня не такая весенне-теплая, как бы хотелось. Но, тем не менее, это не мешает всем участникам получать заряд бодрости, пробежать и показать все, на что они способны. Дистанция проложена по Волжскому проспекту от речного вокзала до Ладьи. Старт и финиш у бассейна ЦСК ВВС. Очень много людей приехало из ближайших регионов России. Даже приехал один представитель Китайской Народной Республики. Когда-то мы начинали со ста человек, это космический забег, да, видите? А со временем все больше и больше, все настроены хорошо, все с удовольствием. И дети, и взрослые, и спортсмены, все-все участвуют. Впереди у любителей легкой атлетики в Самаре несколько стартов. Королева спорта, самарский марафон и финишируют сезон марафоном, который посвящен Дню Народного Единства. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент транспорта Самары в телеграм-канале сообщает, что региональный проект стал финалистом первой национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Диплом финалиста в номинации «Цифровая карта жителя» за лучшее решение по предоставлению дополнительных полезных и уникальных сервисов для жителей регионов России получил проект «Карта жителя Самарской области», который реализует Департамент информационных технологий Самарской области и подведомственные учреждения. Это уже не первая награда цифрового проекта. Осенью карта жителя Самарской области стала победителем по результатам народного голосования 10-го всероссийского конкурса «Пров.АйТи». Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий медицинских работников предоставляется ежемесячная компенсация на аренду жилья. Этой выплатой могут воспользоваться медработники всех районов города. Выплата не превышает 12 тысяч рублей в месяц. Ее получатели должны работать в самарских больницах и проживать в Самаре. Администрация Ленинского района города в своем телеграм-канале приглашает всех желающих принять участие в праздничном концерте «Орбита Земли». Он посвящен первому полету Юрия Гагарина в космос и подготовлен вместе с автоклубом ДК «Заря». Жителей района ждут 18 апреля в 16.30 в сквере Мичурина. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках, в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин